Сегодня в выпуске «Готовы ли к труду и обороне?» Что-то типа веселых стартов, только круче гораздо. Когда в школах ведут нормы ГТО? Не детский вопрос. Чуть ли не пельменями кормили и гулять с нами не ходили. Какие ясли на дому нужны горожанам? Поймать удачу за хвост. Сегодня мы сертификаты раскладываем, сдаём их под охрану. О подарках и сюрпризах в «Волотой осени» расскажет гость студии Вера Барова. О событиях, явлениях, а главное о людях, точнее в ближайшие полчаса в студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Начнём с самой свежей новости. Только что в Тюмени завершилась презентация отечественного болида 2014. Его сконструировали студенты из спортивной команды «Формула нефтегаз». Справа первым завести гоночный автомобиль было предоставлено Владимиру Якушеву. Очень замечательное событие, потому что, когда люди одержимой идеей достигают того результата, ради которого они собираются, это всегда доставляет положительные эмоции. Вот ребята собрались из нефтегазового университета и сделали такой болид. Теперь, я думаю, будут принимать участие в соревнованиях. Мы позавчера приехали с наших этапов, то есть с Италии, Венгрии и Москвы. Так что готовились один день, по сути. Машина у нас уже была готова, баннеры у нас были, то есть просто привезли и поставили. 2014 уже второй болид, который сконструировала цуменская команда. Прошлый ребята демонстрировали перед европейскими экспертами и были признаны одними из лучших проектировщиков автомобилей в мире. Место в ТОП-10 открыло молодым инженерам дорогу на зимнюю стажировку в крупнейшей итальянской компании данной отрасли. Быть лучше, прыгать выше и бегать быстрее всех. Нормы ГТО придавали ускорение советским школьникам. И уже в этом году спортивные нормативы вновь появятся в учебных планах. Готовы ли цуменцы к труду и обороне, выясняла Анастасия Макеева. Время ГТО ГТО был для детей, особенно когда вручали значки степени эти, и все стремились быть лучшими на тот момент по спорту. Готов к труду и обороне. Да, это занятие, что-то типа веселых стартов, только круче гораздо. Но я считаю, что ГТО – это очень полезная штука. И если сейчас его примут, то в принципе существенно улучшится ситуация в России в смысле спорта среди детей. Не самые лучшие показатели даже учащихся цуменских спортшкол. Это подтвердило масштабное исследование, которое провели специалисты Института физической культуры в прошлом году. Они проверили 11 тысяч юных спортсменов и выявили у них недостаточную выносливость. Силовые и скоростные показатели тоже не дотянули до нормы. Были скорректированы учебные планы тренировочных занятий, предложены новые планы, более такие, но содержательные, более удобные для контроля специалистами департамента. Повторный мониторинг весной 2014-го показал хорошую динамику. Уже в сентябре специалисты возьмутся за обычных школьников, чтобы вместо игр компьютерных юное поколение выбирало игры подвижные. Помочь в этом должен обновленный комплекс ГТО. Он состоит из обязательной части и дополнительной, где можно самостоятельно выбрать ту или иную дисциплину. Экспериментальными с 1 сентября стали 12 регионов России. Те нормативы, которые на сегодняшний день предусмотрены комплексом, они же имеют вариативную зависимость от возраста человека, сдающего комплекс. То есть для детей младшего, среднего, старшего школьного возраста, для, ну скажем, взрослых людей, для пожилых людей и так далее. Список нормативов ГТО хоть и выглядит внушительно, но на самом деле ничего страшного здесь нет. Например, девушкам от 25 до 29 лет нужно пробежать 2 километра за 11 минут. Подробнее познакомиться с этим документом может каждый на сайте Министерства спорта России. Анастасия Макеева, Владимир Кондратьев, Алексей Красных, Тюменское время. Популяризацию здорового образа жизни населения в регионе высоко оценивает им министр спорта России Виталий Мутко. Об этом свидетельствует телеграмма с благодарностью, пришедшая на имя Владимира Якушева после проведения в Тюмени летнего чемпионата мира по биатлону. В ней, в частности, говорится, внимание, которое уделяется в Тюменской области развитию отечественного спорта, безусловно, позволит повысить популярность спортивного движения не только в регионе, но и в Российской Федерации в целом, а также укрепит его авторитет на международной арене. Также в телеграмме министр выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этом направлении. О событиях из жизни города узнаем из краткого обзора. За новостями следят наши корреспонденты. Им слово. Памятным знаком в Тюмени обозначат место, где почти 200 лет простояла Успенская церковь. Ее взорвали в 32-м году 20-го века. От исторического здания остался только фундамент. Несколько лет он был опорой для трех двухэтажных домов. Теперь будет удерживать асфальт большой парковки. Памятный камень на ней будет установлен у специально сохраненной живой черемухи. Проект уже одобрили представители Русской Православной Церкви. Отец Николай благословил, сказал, что все устраивает всех и их сторону тоже. Поэтому сегодня строители занимаются и делают свои дела. Отмечу, что памятный знак будет изготовлен и установлен на пожертвования горожан. В Тобольском районе полностью благоустроен поселок Ингаир. В нем всего 5 домов и 260 жителей. Несколько лет назад селение перешло из ведения железных дорог в муниципалитет. За это время в Ингаире отремонтировали жилье, коммунальные сети, открыли детский сад и фаб. В этом году мы сюда вложили порядка 4,6 миллиона рублей. То есть были выполнены ремонты дорог, организованы тротуары, бордюрные камни, установлены, как вы видите, малой архитектурной формой на детской площадке. За три года в благоустройство Ингаира вложили 50 миллионов рублей. Сейчас власти ищут деньги на дорогу от поселка до федеральной автотрассы. В областном центре стартовал конкурс на лучшее пришкольное озеленение. Более 20 образовательных учреждений уже подали заявки на участие. У остальных есть время до 25 октября. Пока самое оригинальное оформление территории показали в 70-й школе. Здесь создали сад в стиле сказок Пушкина. У нас есть русалка, объемная лошадная фигура, которую мы в этом году решили попробовать сделать. У нас есть колорит русской деревни, Голландия, японский садик, бригантина, у которой украсились паруса клематисом. Победитель конкурса получит приз от городской администрации – фотоаппарат. Пять дней без дождя в июле, два в августе. Темпы этой уборочной значительно ниже прошлогодних. Из-за погоды. К такому выводу пришли участники заседаний регионального правительства. Пока убрано 15% зерновых и бобовых, урожайность составляет 27 центнеров с гектара. Связались с коллегами. Екатеринбург, Свердловская область чуть выше. Нас по темпам обмолота 18%. Урожайность в районе 25,5%. У Кругана темпы обмолота ниже. Они сегодня на утро имели 10%. Урожайность в районе 20 центнеров с гектара. Гораздо лучше обстоят дела на картофельных и овощных плантациях. Средняя урожайность почти на 75 центнеров выше прошлогодней. В регионе уже убрано более трети капусты и картофеля и почти четверть свеклы. Началась реализация и закладка овощей на зимнее хранение. Зима не за горами. Световой день уже значительно короче. Теперь приходится раньше зажигать уличные фонари. Понятно, что энергии они потребляют уйму. А потому специалисты ищут способы очистки карты тюмени от темных пятен без ущерба для городского бюджета. Как экономно наладить освещение, выяснил Александр Гришаков. 33 тысячи светильников. Их число растет. Чтобы система освещения города исправно работала ночью, монтажники, не покладая рук, трудятся при свете бела дня. Сейчас идет протяжка новой линии от улицы Судоремонтной до 48-й школы. Самый сложный этап – установка опор уже позади. Если большое количество коммуникаций, нет возможности куда-то сместить эту опору, нам приходится копать вручную. Вот это самая сложная проблема в городе, где грунт насыпной, попадается там и щебень, и все, что угодно, и бетон. Бывает такое, что даже приходится выдалбливать бетон, чтобы установить опору. За два года существования муниципальной программы в городе построено 70 километров новых сетей уличного освещения. Еще 28 километров загорятся в этом году. Они будут освещать 37 улиц и 14 межквартальных проездов. Мы в этом году осуществляем большую программу по замене аварийных опор. Это на 18 улицах в городе Тюмени порядка 450 опор. Меняем существующие аварийные опоры на новые. На новые линии устанавливают диодные светильники. Этой практике три года. Энергоэффективное оборудование хоть и стоит на порядок дороже, но при той же интенсивности освещения потребляет в полтора раза меньше. Да и служит 80 тысяч часов, тогда как обычные ртутные лампы сгорают на работе уже через 15 тысяч. В среднем Тюмень потребляет 28 тысяч киловатт электроэнергии в месяц. И за каждым киловаттом следит автоматика. Ежедневно диспетчер зажигает фонари во всем городе одним нажатием кнопки строго по времени. График включения и выключения городских светильников меняется каждые пять дней. Гражданская оборона выдвигает строгие требования к включению и особенно отключению систем уличного наружного освещения. Весь город у нас включается и отключается порядка 5-6 минут. Действует и так называемый ночной режим. С началом новых суток каждый третий фонарь выключают. На уличной безопасности это сильно не сказывается, но помогает серьезно снизить энергопотребление. Забытых фонарей в Тюмени быть не может. Автоматика этого не допустит. Если днем включено уличное освещение, это значит, что где-то на линии ведут ремонтные работы. За три года на строительство новых линий уличного освещения потратили около 100 миллионов рублей. Продолжится светлое дело и в следующем году. Александр Гришаков, Евгений Доценко, Николай Комаров. Тюменское время. Сейчас точнее ситуации на дорогах, где могут возникнуть затруднения в движении, подскажет теленавигатор. В центре заторы могут образоваться сразу на двух улицах. Технику придется объезжать на Арджиникидзе и Володарского. Там в субботу и в воскресенье рабочие будут ремонтировать тротуары. Также затруднения могут возникнуть и на Ямской. От аккумуляторной до почтовой по плану ямочный ремонт. А вот в понедельник лучше объезжать перекресток профсоюзной Циолковского. Уже в полдень там отключат светофор. Будьте внимательны и удачи вам на дорогах. Это точнее. Спасибо, что остаетесь с нами. В Тюменской филармонии по многочисленным просьбам повторили концерт, посвященный 70-летнему юбилею области. Напомним, официальные торжества прошли месяц назад. Сначала с видеообращением выступил временно исполняющий обязанности губернатор Владимир Якушев. Позже на сцену вышли уже полюбившиеся жителям местной артисты Зори Тюмени, Формейшн Вера, хоровая капелла, оркестр Золотая труба. Очень мне нравится. Мне и режиссерская задумка нравится. И вообще как все чисто выстроено, все ходы-выходы. И работа экрана, все соответствует. Тут и хоры. Всю грандиозность этого события я почувствовала. Всего в концертной программе приняли участие более 500 человек. На их выступления работники социальной сферы области смогли попасть бесплатно. В предстоящие выходные в Тюмени пройдет слет успешных предпринимателей. Своим опытом поделятся молодые основатели популярных по всей России брендов. Участникам форума предложат на месте разработать реальный бизнес-проект. А нерешительным помогут поверить в себя. А ведь руки порой действительно опускаются. Нелегалы портят репутацию частных детских садов. О том, какие ясли нужны городу, в материале Анастасии Косымовой. Предприниматель Марина Смирнова уже 5 лет работает с малышами. Услуга востребованная. У Марины оформлены все разрешительные документы и обустроено помещение. Но так делают не все. В Тюмени десятки нелегальных надомных групп. И некачественные услуги мешают честному бизнесу. Когда родители приходят, и они уже изначально негативно настроены. Они уже изначально приходят к нам с упреками, с какими-то претензиями. Хотя с нами конкретно они не работали. Когда начинаешь с ними проговаривать какие-то моменты, они признаются честно. Да, вот ходили туда-то, вот там было вот такое-то, такое-то плохое. Там чуть ли не пельменями кормили и гулять с нами не ходили и так далее. Организаторы нелегальных садиков не спешат выйти из тени. Возможно, потому что знают, как непросто было первопроходцам этого бизнеса соблюдать все требования. Некоторые предприниматели до сих пор не имеют статуса детского сада, потому что нет согласия с собственниками дома. Жители до сих пор не могут согласовать. Сейчас же у нас жилищный кодекс введен, да? Были перегибы в городе Тюмени, и об этом все знают. Когда, извините меня, жители запрещали размещание групп присмотров и детских садов только из-за того, что, по их мнению, дети, когда идут во двор на детскую площадку выгулять, могут поцарапать машину. Это же маразм. История на улице Мельникайте и правда наделала много шума. Жильцы многоквартирника наняли сварщика и перекрыли подступы к детскому саду, чтобы малыши не могли выходить на прогулку через двор. И вот абсолютно, собственноручно взяли и переварили нам забор. То есть они говорят, ну как же, вот дети маленькие пойдут, могут поцарапать машины. Чтобы не было таких перегибов, сегодня городские власти готовы поддержать частников. Тюменские депутаты сами инициировали встречу с предпринимателями. Разговор начали с экскурсии по одному из частных мини-садиков. Он открыт в центре города, в квартире на первом этаже. Именно такие ясли нужны, чтобы решить проблему с местами для малышей от полутора до трех лет. Мы в любом случае за счет государственных и муниципальных денежных средств не сможем обеспечить именно шаговую доступность детских дошкольных учреждений. И поэтому здесь нам без частного бизнеса не обойтись. Частные ясли и группы присмотра нужны на московском тракте, в районе Дома обороны, на мысу и лесобазе. Добросовестным предпринимателям власти обещают поддержку. 18 уже получают субсидии на образовательную услугу из городского бюджета. Анастасия Косымова, Роман Щенахов, Алексей Красных. Тюменское время. Всех тюменцев и гостей города ждут на праздник. 14 сентября вместе отметить золотую осень. Что в программе «Народных гуляний», какие сюрпризы, расскажет Вера Барова, директор благотворительного фонда развития Тюмени. Здравствуйте, Вера Владимировна. Наши творческие коллективы, они все вот сейчас готовятся. Мы снимали репетиции. Вот в каком масштабе, в каком объеме, в каком формате пройдет эта презентация творческая? Мы рассчитываем, что в ней примут участие более 100 коллективов художественной самодеятельности. А вообще на 178 площадках будет дан старт самовыражению граждан. Я всегда мечтала, чтобы и наш праздник «Дня города» отмечался точно так же. Когда бы мы не приглашали приезжих гостей, а сами имели возможность показать свои таланты. Хорошо посмотрят выступления люди. В чем практическая польза будет заключаться? То есть можно будет куда-то определиться с направлением? Можно будет выбрать себе дело по душе и, познакомившись с работой кружков, самодеятельных каких-то коллективов, найти себе там применение на весь ближайший год. Для наших горожан, для участников этого фестиваля, да, зрители подготовили очень много подарков. Конечно, этот вопрос всегда интересует, что это за подарки, как они будут и где разыгрываться. На самом деле розыгрыш подарков должен стать кульминацией фестиваля «Золотая осень». Организаторы, а мы помогали таким, и сами выступили организаторами, подготовили 380 тысяч подарков. Самая крупная из них – это 4 квартиры и 20 автомобилей. Поэтому я думаю, что каждый, принявший участие в розыгрыше подарков, останется доволен. Все предметы, которые будут там разыгрываться, очень нужны в семейном быту. И вообще наш праздник проходит под лозунгом «Праздник для всей семьи». Хорошо. А как, по какому принципу они будут выдаваться, эти подарки? Очень хороший вопрос, поскольку мы предусмотрели участие граждан 16-летнего возраста. И паспорт с указанием регистрации на самом деле обязательно. Нужен. Предъявлять придется, да? Да. С 16 лет. Хорошо. Это будет билетик, это будет сертификат? Это будет сертификат, который можно изъять из барабана. И так же, как используется принцип моментальной лотереи, удалив защитный слой, узнать, какой подарок вас ждет. Он будет выдаваться? Все, что связано с бытовой техникой, будет выдаваться в магазинах «МВидео», в торговом центре «Панама», «Колумб» и в «МВидео» на Широтной. А вот мелкие подарки для дома, для семьи победители получат здесь же. Здесь же самый главный вопрос, здесь же это где? На розыгрышах призов, адреса которых можно узнать в интернете, на сайте благотворительного фонда. Это будут специальные центры организованы, да? Центры розыгрыша, подарков, да. И можно будет посмотреть, зайдя на сайт благотворительного фонда, можно будет узнать, который... Ближе к вашему месту регистрации. Месту регистрации, да. Как будут выдаваться в плане по времени? Это будет только в этот же день? До скольки работают эти центры? Спасибо за вопрос. Потому что мы хотим предупредить всех, кто станет обладателями крупных призов. Торопиться не нужно. Ваш приз будет ждать вас в течение месяца. С 14 сентября до 14 октября у вас будет такая возможность с ним воссоединиться. Ну а, как я уже говорила, все, что связано с небольшими подарками, будет вручено здесь же. Взрослые, вы сказали, 16, да, получается, с 16 лет по предъявлению паспорта. Когда будут, я часто вижу, что там просят ребенка вытянуть, это можно, пусть взрослые попросят ребенка, или за этим тоже будут следить? Конечно, иногда это и приносит удачу. Потому что дети гораздо больше взрослых верят в чудо. И чудеса случаются. Ну, я надеюсь, что действительно золотая осень принесет, да, чудеса, подарки действительно окажутся золотой. Ну, и удачи, и пожелаем выигрыши вот таких крупных призов, как квартиры и машины нашим тюменцам, да. Спасибо большое, Вера Владимировна. Удачи, до свидания. О городском празднике в деталях нам сегодня рассказала Вера Барова, директор благотворительного фонда развития Тюмени. К розыгрышу призов, кстати, организаторы фестиваля «Золотая осень» уже готовы. В две сотни барабанов сегодня разложили более 370 тысяч подарочных сертификатов. Их обладатели могут стать все желающие жители и гости области старше 16 лет, имеющие российский паспорт. Сегодня мы сертификаты раскладываем, сдаем их под охрану. В субботу мы вывозим их по пунктам выдачи, соответственно, передаем снова в охрану. Барабаны будут все опечатаны. И в 8 утра, 14 сентября, мы распечатаем и милостью просим. Розыгрыш состоится 14 сентября. В этот же день будет работать 178 центров выдачи подарков. Информация о выигрышах будет оперативно публиковаться на портале «Тюмень. Наш дом». Кроме «Золотой осени» в афише выходных – юмор, хоккей и театральные эксперименты. Ориентиры развлечений подскажет Дарья Власова. Исповедь убийцы в театре одного актера. Очередной премьерой удивила тюменская драма. Моноспектаклем крейцерова соната по произведению Ива Толстого. Главный и единственный герой постановки убивает свою жену, мать пятерых детей и целый час исповедуется перед зрителями. Актер Александр Тихонов признается, что сравнение с Олегом Янковским, который также примерял этот образ, не боится. Влюбленность истощилась, удовлетворение чувствительности. И остались мы не друг против друга. Вас, хорошо, не чуждых, друг другу эгоиста. Вот уже 10 лет, каждую неделю они заставляют меняться у телевизоров миллионы россиян. Ребята из Комеди Класс, пожалуй, главные юмористы нашей страны. И в эту субботу тюменцев ждет их юбилейное шоу. В программе почти все звезды. Гарик Харламов, Димур Батрудинов, музыкальное трио и другие знаменитости-весельчаки. Так что скучать субботним вечером гостям их праздника точно не придется. Трус не играет в хоккей. Ребята из команды Тюменский легион в воскресенье возьмут клюшки и наденут щитки, чтобы прорваться к вершине турнирной таблицы молодежки. Им предстоит сыграть с командой из Уфы. В копилке у наших легионеров уже три победы, а вот соперники сумели выиграть всего один матч. Тюменским болельщикам стоит поддержать своих земляков. Осенняя рапсодия или долой сезонную хандру. В воскресенье Тюмень погрузится в атмосферу праздника и творчества. Более трехсот концертов, спектаклей и других развлечений. Все это для участников и гостей фестиваля «Золотая осень». В каждом районе и округе десятки площадок. Будут и ярмарки, и выступления музыкантов и танцоров. Плюс лотерея, где на кону 370 тысяч призов. В том числе 20 автомобилей и 4 квартиры. А вечером в подарок бесплатный концерт группы «Любэ». На этом у меня все. Проведите выходные весело, используй. И пусть они будут наполнены интересными и незабываемыми событиями. Дарья Власова, Павел Михайловский. Тюменское время. И на сегодня у меня все. Хороших вам новостей и удачных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин